Радио «Вера» представляет Иоанна Отшельника, преподобного Паисия Хилендарского-Болгарского. Сегодня праздник икон Божьей Матери Табынской и Курской коренной именуемой Знамени. Святого апостола Иуду нужно различать с Иудой Искариотом, который прядал Христа. Святой апостол Иуда до конца был верен Спасителю. Апостол Иуда был сыном праведного Иосифа Обручника и его первой жены, поэтому его называют еще «братом Господним». Апостол Иуда не сразу смог поверить в божественную сущность Христа, поэтому сам он называл себя «братом Иакова» по имени брата, который раньше принял Иисуса как Мессию. После Вознесения Христа Иуда проповедовал Евангелие в Иудее, и Думее, Самарии, Галилее и странах Аравийского полуострова. В 80-м году в Армении в городе Арате апостол Иуда был распят на кресте и пронзен стрелами. Сохранилось послание апостола Иуды на греческом языке, который он написал в Персии. Это короткое, но очень емкое по содержанию письмо содержит много глубоких мыслей о Святой Троице, о воплощении Иисуса Христа, о различии добрых и злых ангелов, о будущем страшном суде. Апостол по-гречески значит «посланник». Церковь чествует первых 12 учеников Христа за то, что они по завету Спасителя посвятили своей жизни проповеди Евангелия по всему миру. Сегодня мы просим апостола Иуду. Моли Бога о нас! Первый московский патриарх Иов, в миру Иван, родился в 1525 году в городе Старица, что неподалеку от Твери. Учился в школе при Старицком Успенском монастыре. Здесь же в 29 лет принял постриг с именем Иова Многострадального. Позднее стал игуменом обители. В 1581 году Иов был возведен в епископский сан, а еще через 8 лет он стал первым патриархом московским и всея Руси. Будучи близким другом и сподвижником Бориса Годунова, патриарх Иов во всем поддерживал его политику. После смерти Бориса Иов требовал от москвичей верности сыну царя, Федору Борисовичу, и всячески старался разоблачить Лжадмитрия I, который захватил царский престол. Сторонники Лжадмитрия лишили Иова патриаршества и заточили его в Старицком монастыре. В родной Старице Иов прожил два года и умер в 1607 году. Перед смертью он успел посетить Москву. Василий Шуйский, зайдя на царский престол, реабилитировал патриарха и предлагал ему вновь занять кафедру. Но по состоянию здоровья Иов уже не смог это сделать. В 1652 году мощи патриарха Иова были обретены нетленными и перенесены в Успенский собор Московского Кремля, где они находятся и поныне. Церковь прославляет святителя Иова. Его подвиг соединяет в себе и мирское, и церковное служение, личная праведность, стремление к справедливости, христианское заступничество и забота о пастве. За это в народе всегда любили первого патриарха Московского. Мы просим святителя Иова. Моли Бога о нас. Святитель Иоанн Максимович до монашеского пострига носил имя Михаил. Он родился в 1896 году под Харьковом в дворянской семье. После революции эмигрировал в Югославию, где принял монашество. В 1934 году стал епископом шанхайским. В Китае епископ Иоанн сразу стал известен как человек потрясающей доброты. Он устроил приют для бездомных детей шанхайских трущоб, навещал заключенных в тюрьмах и одиноких пациентов в больницах. И неизменно каждый день служил литургию. После китайской революции Иоанн Максимович вместе со своей паствой был эвакуирован на Филиппины. Затем некоторое время возглавлял западноевропейскую епархию. В 1962 году переехал в Америку. И здесь владыку Иоанна сразу же полюбили за его удивительные качества. Неприхотливый в быту, он носил облачение из самой дешевой ткани, обувался в сандалии на босу ногу, а часто и вовсе отдавал свою нехитрую обувку нищим и шел босой, какая бы ни была погода. Владыка Иоанн никогда не ложился спать, проводя короткие часы ночного отдыха, сидя в кресле. Ел один раз в день. Тело этого аскета было как высохшее кора дерева, но каждый, кто встречался с ним взглядом, ощущал себя самым любимым существом на земле. В Сан-Франциско трудами и молитвами Иоанна Максимовича построен собор всех скорбящих радость. Сейчас главной святыней этого храма стали нетленные мощи его основателя, владыки Иоанна, святителя Шанхайского и Сан-Франциского. Святитель Иоанн – подвижник, соединивший в себе несколько образов служения. Святителя-миссионера, богослова, аскета-молитвенника, попечителя бедных и милостивого прозорливого старца. Церковь верит, что ныне он предстоит перед Господом, и мы просим его о молитвенном заступничестве. Молей Бога о нас! Преподобный Паисий Великий жил в IV веке в Египте. Паисий рано потерял отца, и мать, будучи христианкой, отдала его на воспитание в церковь. Паисий с детства стремился к иноческой жизни. Он принял монашеский постриг в одном из египетских скитов и жил в строгом послушании своему наставнику, святому Памве. Так однажды Памве сказал, что юному иноку следует хранить зрение, чтобы уберечься от соблазнов. И Паисий три года ходил, не поднимая глаз. После смерти наставника Паисий удалился вглубь пустыни и поселился там в пещере в полном уединении. Однако вскоре к святому потянулись ученики, и рядом с пещерой образовался общежительный монастырь. Преподобный Паисий удалился в еще более труднодоступное место, поскольку всегда стремился к тому, чтобы его подвиги были скрыты от людей. На вопрос, какая добродетель выше всех, он так и отвечал, та, которая совершается в тайне и о которой никто не знает. Скончался преподобный Паисий в глубокой старости. Преподобный Силуан Афонский писал, что праведники ходили ногами по земле и руками работали. Но святыми их делало то, что Дух всегда пребывал в Боге. Ради любви Христовой они претерпели все скорби на земле и не боялись никаких страданий, и тем прославляли Господа. За это Господь возлюбил своих святых и даровал им Царство Небесное. Сегодня, чествуя преподобного Паисия Великого, мы надеемся на его молитвенную помощь и просим, моли Бога о нас. Преподобный Иоанн жил в VI веке в Палестине. Он избрал жизнь отшельника и поселился в пещере недалеко от Иерусалима. Из вещей у Иоанна была только иконка Пресвятой Богородицы, перед которой он зажигал лампадку. Один инок спросил отшельника, почему тот живет в такой нищете. Иоанн отвечал, что его пещера содержит такое духовное богатство, которое дороже всех земных благ. Старец часто посещал святые места Иерусалима, бывал на Синайской горе, молился у могил подвижников и мучеников. Он оставлял лампадку зажженной и спрашивал у Царицы Небесные благословения на свой путь. Иногда отлучки длились несколько месяцев. По преданию, когда Иоанн возвращался в свою пещеру, то лампадка всегда горела и была доверху наполнена маслом. Однажды Иоанн шел горной тропой, до того узкой, что двум пешеходам трудно было разойтись. Вдруг отшельник увидел, что навстречу ему идет лев. Старец взмолился Господу. И тут зверь встал на задние лапы и освободил дорогу святому. Преподобный Силон Афонский писал, «Господь дал святым столь великую благодать, что они любовью обнимают весь мир. Мы обращаемся к ним в любое время и в любых нуждах. Сегодня мы вспоминаем преподобного Иоанна Отшельника и просим, моли Бога о нас». Преподобный Паисий родился в 1722 году в болгарском городе Банско. Это было трудное время для страны. Она находилась под игом Османской империи. Христиан преследовали, они считались людьми второго сорта. Но вся семья Паисия хранила верность церкви. Один его брат был игуменом Хиландарской обители на Афоне. Другой щедро жертвовал на храмы и монастыри. Сам Паисий стал монахом Хиландар, по примеру брата. Главным трудом его жизни стала книга «История славяно-болгарская». В ней рассказывалось о том, как великие учителя славянских народов Кирилл и Мефодий принесли Болгарии свет христианства. О том, как отстаивали свою веру болгарские мученики и подвижники. Эта книга пробудила самосознание болгарского народа. Она стала толчком для борьбы болгар с турецким владычеством. До независимости Болгарии оставалось больше ста лет. Но книга Паисия Хиландарского все эти годы была светильником надежды. С него началась эпоха национального болгарского возрождения. Преподобный Паисий был причислен к лику святых в 1962 году. В наши дни его именем названы университет в Пловдиве, многие институты, школы и библиотеки Болгарии. Церковь прославляет преподобного Паисия Хиландарского за личную праведность и почитает как одного из толпов веры и просвещения болгарского народа. Мы просим святого. Моли Бога о нас. Табынская икона Богородицы – одна из самых загадочных. Известно, что она много раз являлась людям. Воспоминания о ней и легендарные сказания сохранились во многих уголках России. Первое явление образа состоялось в конце 16 века. Это было на границе Башкирских и Казахских степей, близ станицы Табынской. Ердиакон Амвросий шел вечером с Синокоса и близ источника услышал голос. «Возьми мою икону». Он подумал, что ему померещилось и прошел мимо. Но на третий день он вновь услышал голос. Монах оглянулся. На большом камне в тени дерева стоял образ Божией Матери. Икону с благоговением доставили в монастырь. Несколько раз чудесным образом она покидала место в храме и оказывалась то на монастырских вратах, то являлась верующим в Казани и Уфе, то снова оказывалась на том самом камне. В середине XVIII века там ее обнаружили трое пастухов-башкир. Они непочтительно отнеслись к святыне, пытались разрубить икону. От одного удара по щеке Богородицы потекла кровь. Пастухи ослепли. Зрение к ним вернулось лишь когда икону с честью поставили в храме. Самый молодой пастух раскаялся и позже принял крещение. Примерно в это же время появилась традиция крестных ходов с этим образом. Уфа, Оренбург, Тобольск, Кустанай с радостью встречали чудотворный образ. Табынская икона стала считаться покровительницей уральского казачества. Во время Гражданской войны с войсками атамана Дутова образ попал в Китай. После Второй мировой войны следы иконы затерялись. В наши дни традиция крестных ходов с чтимым списком Табынской иконы была восстановлена. С 2010 года по России и за рубежью идет круглогодичный крестный ход со святыней. Чествуя Табынскую икону Божьей Матери, мы просим Пречистую Деву о помощи и заступничестве. Пресвятая Богородица, спаси нас! Курская икона Божьей Матери, именуемая Знамени, одна из древнейших икон на Руси. В XIII веке, во времена монголо-татарского нашествия, среди многих разоренных батыем городов был и Курск. Город пришел в запустение. В его окрестностях поселились дикие звери. Сюда стали приходить на охоту жители уцелевших городков. Один такой охотник заметил в корнях дерева икону. Образ лежал ликом к земле. Охотник поднял его и увидел, что изображение подобно известной в то время новгородской иконе Ранта или Знамени. Тут же случилось чудо. Из земли забил родник. Вскоре на месте явления иконы была построена пустынь, которая получила название Коренная, в память о корнях дерева, в которых нашли икону. Божья Матерь через этот образ не раз помогала России. В войне против польско-литовского нашествия в 1612 году. В Отечественной войне с Наполеоном через 200 лет. Именно по молитвам к Курской иконе получил исцеление маленький Прохор Машнин, будущий Серафим Саровский. Курскую коренную икону еще называют Адигитрией, то есть путеводительницей русского рассеяния. Чудотворный образ побывал на всех дорогах и тропинках русской эмиграции. В годы Гражданской войны он отступал с Белой армии на юг, эвакуировался из Новороссийска и Крыма, благословлял русских беженцев в Греции и Сербии. В конце Великой Отечественной войны икона через Австрию и Германию отправилась в США. Затем она побывала в Южной Америке и Австралии, чтобы обнадежить и утешить тех эмигрантов, кого судьба забросила на самый край света. В наши дни эта икона – символ единения Русской Православной Церкви и Русской Церкви за границей. В тропаре песнопении Курской иконе Божьей Матери мы просим, как нерушимую крепость и источник чудес, обретя Тебя, рабы Твои, Богородица Пречистая, врагов ополчения повергаем, потому и молимся Тебе, мир городу Твоему даруй и душам нашим великую милость.